Я приветствую всех любителей футбола в Рязани, стадион «Спартак». Сегодня здесь 12-й тур женской суперлиги. Встречается московский ЦСКА и женский футбольный клуб «Рязань ВДВ». Встречу обслуживают Любовь Торбеева. Из Кирова ей помогают Елена Иванова из Розаевки и Яна Земскова из Самары. Инспектор встречи Надежда Ульяновская из Пушкина, ну и резервный судья Станислав Бращин. Вы видите, сегодня в белой форме сыграют футболистки Рязани ВДВ. На ваших экранах девчонки в хорошем настроении. Почему бы и нет? Команда борется за третье место. Гол в самой концовочке на 80-х минутах. Итак, все, поехали. Стартует поединок и начинаем озвучивать составы играющих команд. Мяч забирает на первых минутах себе ЦСКА. Женской суперлиги не считается, как вы знаете. Здесь Чичкала вновь Алексеева надежнее сыграла. Смотрите, как глубоко Алексеева из позиции центрального защитника выдвигается. Момент у ЦСКА. Удар поворотом. И в красивом прыжке забирает мяч Маргарита Широкова после удара Валерии Беспаликовой. Ну вот, со своего правого фланга сместилась на позицию центральной нападающей Беспаликовой. Вот, пожалуйста, опередила Завадкину в этом эпизоде и классно пробила в угол. И первый классный удар в створ мы увидели. Далеко вперед Тодо. Здесь Цибутович. Первая на мяче. Мимо мяча сейчас махнула защитница Рязани ВДВ. Ангинея. Удар поворотом. И в сетку с внешней стороны могло показаться, что мяч с ворота залетел, но это не так. Опаснейший момент у ЦСКА. Девушек, подающих мячи. Ну, недовольна, конечно, что вы видите капитан ЦСКА. Футболистка, которая выступала за Рязань ВДВ, тоже в свое время два сезона провела в Рязани. И знакома с этим городом, вот, правда, на стадионе тогда. ВДВ играл на другом. Ангинея, проход, опасный удар. И мяч в сетке ворот. Оказывается, счет открыт. Валерия Беспаликова забивает гол. И на центр поле показывает арбитр. Мы видим. Прибегает сейчас Беспаликова. Беспаликова. И обнимается с футболисткой со скамейкой запасных, пока команда празднует в чужой штрафной этот забитый мяч. Но давайте разбирать Ангинея проход от фланга. И в итоге никто не прикрывал 63-го номера мощными центральными защитницами ЦСКА. Но периодически удается это сделать. И все. Свисток звучит. Все-таки две минуты так компенсировала Любовь Торбеева. Подводим итоги первого тайма. Недовольное лицо Георгия Шибаршина под дождь. Наверное, вот такая вот картина для болельщиков Рязани ВТВ. Ну, а ЦСКА должен быть довольный. Гул от Валерия Беспаликовой на 45-й минуте встречи. Ну и в итоге команда уходит на перерыв, ведя счет. Итак, стартует второй тайм женской суперлиги. 12-й тур. Рязань ВТВ принимает на своем поле ЦСКА. И пока что уступает со счетом 0-1. Да, посмотрим, как Вукович сможет себя проявить. Тоже она в матче с предыдущей встречи с Енисеем выходила на замену. А тем временем стандарт у ворот Маргариты Широковой. Может быть, сейчас какой-то розыгрыш будет. Черномырдина бьет и забирает Широкову мяч. Не слишком сильный получился этот удар, но, правда, в самый угол Широкова. Далеко вперед. Там теперь появилась Вукович, который, наверное, имеет больше возможности побороться с Алексеевой. Вот видите, в одной точке находятся футболистки ЦСКА. Сейчас разбегаются все по разным точкам. Удар Мясниковой Широкова грамотно расположилась сейчас в воротах и забрала мяч. И быстро вперед выбивает. Здесь, кстати, Дергаусова и Краснова. Две быстрые футболистки, но зацепиться не получилось. Лазаревич. А вот пас у Александра не получился. А вот здесь совершенно случайно мяч достается Рязани ВДВ. И неплохой штрафной для своей команды зарабатывает Татьяна Краснова. Синютина. Подача. И в итоге от Мясникова мяч покидает пределы поля. Разводит руки в стороны Колтакова. И желтую карточку сейчас получает за разговоры Александра Лазаревича. А Колтакова просила пенальти. Знаете, я посмотрел, кстати, повтор этого эпизода. Вторую желтую карточку мы видим встречу. В первом тайме свой горчичник получил Магарита Черномырт. Мы смотрим повтор. Краснова. И фол. Штрафной мы увидим у Максима Зиновьева. Ладно, давайте скамейку ЦСКА после этого стандарта. Подача и покинула ворота сейчас Тодо. И с линии ворот выбивает. Не рассмотрел я. То ли Плешкова это была, то ли Мануилова. На повторе потом разберем. Супер момент создает Рязани ВДВ на 84-й минуте встреч. Наверное, самый опасный для себя. Здесь Завадкина передача. Колтакова на роли нападающего. Вукович. 1-1. И здесь помешал, конечно же, подкат Мясниковой ей. Посмотрите, под проливным дождем проходит концовка этой встречи. И какая интересная. Смотрим. Ну, это предыдущий эпизод. Помешал, да. Все-таки, мне кажется, подкат. Смутил сейчас Вукович. Именно, наверное, он помешал пробить ей поворотом. Но, как все сделала Надежда Колтакова в этом эпизоде. Защитница ЦСКА Яковлева. Пас мягкий на Ангине. Но здесь Колтакова сыграла. И удар по лицу получила. И увидела это. Любовь Поздеева. Ну, а увидели бы эмоциональное решение сейчас Зиновьева. И недоволен этим Максимом. Смотрите, продолжает он эмоционально высказывать. И за это он получает только желтую карточку. И скидка неплохая. Кто будет первой у мяча? Алексеева надежно действует в обороне. Две с половиной минуты есть еще у десантниц. Последний матч в Рязани сегодня в сезоне 2020 года. Удар из-под перекладины Тодо оттащит. Будет ли добивание еще или нет? Скидка. Лазарева скидывает на Екатерину Ларина. Ларина в штрафной. Но тут сразу три футболистки блокируют ее прострелы. В контратаку убегает ЦСКА Ангинея. Пас мягкий на Яковлеву. И... Нет, это не Яковлев. Это Смирнова бывало. Здесь Колтакова скорость и соревнуется с Абуди Ангинея. И выигрывает этот забег. Ох, это еще не все. Еще две минуты этого футбола. Как он рано заканчивается. Широкова забрасывает вперед. Здесь в подкате Лазаревич не спешат выбрасывать футболистки. Рязани ВДВ. Не ЦСКА. Сейчас только ВДВ забирает себе мяч. И все. Завершается сегодняшняя встреча. Победа с минимальным счетом для футбольного клуба ЦСКА. Что ж, единственный гол сегодняшней встречи мы увидели от Валерии Беспаликовой. В самой концовке первого тайма на 44-й минуте встречи. Далее мы видели прекрасные моменты в концовке самой встречи. Как тащила Эльвира Тодоа. Свою удар прекрасный из-под перекладины мы увидели. Ну и вообще жарко было в штрафной Рязани ВДВ. Но в итоге забить команде не удалось.